В этом году вступили в стилу новые правила уплаты налогов. Об этом рассказали в Краевой налоговой службе. Во-первых, теперь заплатить за имущество, именно квартиру, машину, землю и прочее, нужно до 1 декабря. Раньше крайней датой было 1 октября. Изменился и порядок декларирования недвижимости. Если раньше для освобождения от уплаты налогов надо было владеть квартирой 3 года, то теперь 5 лет. Кроме того, введен порог при продаже недвижимости. Если сумма сделки будет меньше 70% от установленной кадастровой стоимости, то налоговая имеет право рассчитать налог из этих 70% кадастровой цены. Эти новые правила распространяются только на недвижимость, купленную с 1 января 2016 года. Изменения коснулись и налоговых вычетов, которые можно получить у работодателей. Получаем у работодателя. В этой части увеличен размер стандартного налогового вычета, предоставляемого на ребенка-инвалида. Для родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей суммы значительно увеличились с 3 тысяч до 12 и до 6 соответственно. Кроме того, увеличен порог дохода, до которого действует этот стандартный налоговый вычет. Напомню, ранее это была сумма дохода 280 тысяч рублей, в 2016 году это 350 тысяч рублей. Изменился и порядок предоставления льгот. Если раньше льготникам, в число которых входят пенсионеры, ветераны, послабления предоставлялись по всем объектам налогообложения, то сейчас льгота будет предоставляться только по одному объекту каждого вида. К примеру, если у льготника две квартиры, то сумму налога снизят только на одну из них. А вот начинающих предпринимателей ждет приятный сюрприз. Тем, кто впервые зарегистрировался как ИП, можно взять налоговые каникулы и два года вообще не платить налог на доход. Если речь идет про упрощенную систему налогообложения, то не менее 70% общего дохода должно быть получено именно в рамках того вида деятельности, в отношении которого введена ставка 0%. Если речь ведем про патентную систему, там патент берется на определенную деятельность, и вот только в рамках той деятельности, на которую выдан патент, по которому, возможно, нулевая ставка, она и будет применяться.